Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы. Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы. 8 часов РИА Новости, Максим Блинов, водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве. РИА Новости, Максим Блинов. Москва, 13 июня РИА Новости, Александр Лесных. Госдумы готовятся принять закон о регулировании работы таксистов. И хотя законопроект еще не прошел второе чтение, эксперты и представители отрасли опасаются, что некоторые из предложенных поправок подорвут рынок частных перевозок. РИА Новости выясняла, почему возник конфликт интересов между законодателями и перевозчиками и как все это отразится на пассажирах такси. Будущее уже наступило. В последние годы рынок таксомоторных перевозок в России растет взрывными темпами. По данным исследования, за пять лет оборот увеличился более чем в два раза до 633 миллиардов рублей в 2018 году. Рост спроса у населения привел к увеличению числа водителей и обострению конкуренции. В итоге средняя стоимость поездки в стране снизилась почти на 17% с 313 до 260 рублей. 31 мая, 16-3 в Подмосковье в мае отозвали 10 тысяч разрешений на работу. Такси-аналитики отмечают решающую роль IT-технологий, позволивших заказывать такси на смартфоне. В результате возник не только новый вид бизнеса внутри отрасли, но и посредник между теми, кто предоставляет услугу, и теми, кто ею пользуется. Законодательная власть уверена, что пробел в правовом поле, из-за которого деятельность так называемых агрегаторов, Яндекс.Такси, Везет, Ситимобил и другие, никак не регулируется, связан со множеством опасностей для тех, кто предпочитает такси другим видом транспорта. Действительно, сейчас есть только девятая статья закона номер 89FZ 21 апреля 2011 года, где, само собой, ни о каких агрегаторах ни слова. Это позволяет владельцам приложений самим устанавливать правила игры, рассчитывая стоимость поездки, а также определять размер комиссии. В беседе с РИА Новости водители жаловались, что зачастую агрегаторы забирают до 30%. Поскольку таксисты, помимо этого, оплачивают аренду автомобилей у таксопарков и топлива, многие регистрируются сразу в нескольких приложениях и работают гораздо больше, чем позволяет трудовой кодекс. Это заканчивается тем, что водитель засыпает за рулем со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. 30 мая, 9.40. В приложение Яндекс.Такси хотят включить вертолетные перевозки. Такой же позиции придерживается глава комитета Евгений Москвичев. Теперь оператор не будет забирать себе 20-30% от стоимости заказа, как это было раньше, а будет получать не более 2-3%, заявил он, уточнив, что разрабатывать методику расчета цен для каждого региона должны Министерство транспорта и Федеральная антимонопольная служба. Но с этим согласны не все. По мнению замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина, тарифы это дело таксомоторных компаний или непосредственно частных водителей. А задача агрегаторов передавать эту информацию пассажирам, чтобы те сами выбирали, с кем и за сколько они поедут. Позиции агрегаторов. Агрегаторы не против изменений в законодательстве и подчеркивают, что сами озабочены повышением безопасности перевозок. К примеру, в беседе с РИА новости представители Яндекс.Такси, все сказанное касается и, и, бы, отметили, что еще в декабре 2017 компания запустила по всей стране программу дополнительного страхования пассажиров и водителей. На время поездки каждый, кто находится в автомобиле, застрахован на сумму 2 миллиона рублей. В случае ДТП сотрудники компании свяжутся с пострадавшими и помогут оформить документы для компенсации. 3 июня, 8 часов. Что будет с ценами на бензин этим летом? Еще одна инициатива компании камеры контроля усталости водителей, анализирующая уровень их внимательности почти по 70 точкам на лице. Выявив сонливость, камера подает специальный сигнал. В будущем ее свяжут с таксометром и научат закрывать смену уставшим водителям. Уже до конца этого года такими устройствами оснастят 5000 автомобилей. Кроме того, с прошлого года агрегаторы Яндекс.Такси, Ситимобил и Везет реализуют совместный пилотный проект по контролю времени нахождения машин на линии. У нас нет возможности контролировать, что делает водитель, когда не выполняет заказы нашего сервиса, отдыхает, принимает заказы других агрегаторов или работает от борта. Поэтому еще в 2018 году мы обратились к другим сервисам с предложением наладить обмен данными. Пресс-служба Яндекс.Такси. Специальными алгоритмами предполагается выявлять таксистов, закрывающих смену в одном агрегаторе и тут же открывающих в другом. Сейчас эта система тестируется в Москве, Московской области и Ярославле. Представители агрегатора Везет рассказали РИА Новости, что более половины перевозчиков работают в ночные часы и многие жаловались на усталость глаз. Поэтому для них предусмотрели специальный темный режим экрана навигатора с более комфортной цветовой гаммой. За первый месяц новинкой воспользовались 40% водителей. Российская прописка. Другое спорное предложение депутатов касается происхождения агрегаторов и водителей такси. Там есть требования, ни одного иностранного водителя, все граждане России, ни одной иностранной компании, комментируют москвичев. Однако представители отрасли, чьи компании преимущественно зарегистрированы за рубежом, уверены, это повредит здоровую конкуренцию внутри страны инвестиционному климату, а также повысит цены. С этим согласны и некоторые депутаты. Во-первых, такие планы противоречат задачам по улучшению инвестиционного климата в стране. Во-вторых, искусственное сужение рынка незамедлительно приведет к росту цен. Не исключаю, что на место изгнанных конкурентов придет избранный монополист, который примется диктовать свою ценовую политику. В итоге такси снова может стать транспортом для богатых. 7 мая, 12.48. В Чечне заработало первое женское такси. Что до ограничений для иностранных водителей, не все в отрасли видят в этом проблему. Их доля в базе активных перевозчиков в нашем сервисе совсем невелика. В крупных городах не больше процента, в пунктах с населением менее 300 тысяч, не более 0,3%. Поэтому драматического уменьшения активных перевозчиков мы не ждем, отмечают в сервисе «Везет». В Ситимобил выразили схожие мнения. Собеседники РИА Новости утверждают, что с прошлого года, когда законопроект приняли в первом чтении, рабочие группы по этому вопросу не собирались. По словам главы Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, обсуждение поправок с представителями отрасли состоится в ближайшее время. Думаю, в Комитете по этому законопроекту пройдет еще 3-4 рабочих группы, и в конце июня-начале июля мы отдадим его в правовое управление Госдумы на обсуждение. Если быстро все пройдет, примем до конца сессии в июле. Не получится рассмотрим окончательно в сентябре. Евгений Москвичев